Добрый день, меня зовут Сергей Корниченко, я руководитель отдела по продаже техники для выращивания овощей компании LBR. И сегодня мы с вами рассмотрим технологию уборки лука и ту технику, которую мы можем предложить вам для того, чтобы сделать этот процесс максимально быстрым и экономным. Сегодня, в частности, мы поговорим про технику для уборки лука компании Krukowak. Это польская компания, которая производит весь цикл техники для уборки лука. На что сразу хочется обратить внимание. Самый важный момент при уборке лука это соблюдение технологического цикла и соблюдение технологии. Как правило, в России лук выращивают в гряде и существует два так называемых способа гряды, два размера гряды, на которых выращивают лук. Вот на схеме в слайде вы можете видеть две технологии. Первая технология это с грядой по верхнему краю от 0,9 до 1,2 метра. Вторая технология это размер гряды от 1,4 до 1,5 метра. Почему я так акцентирую на этом внимание? Потому что это крайне важный момент при подборе копалки и обрезчика для уборки лука. Если вы неправильно подберете данные агрегаты, не впишетесь в свою технологическую колею и обрезчика или копалка будет повреждать соседнюю гряду, травмируя выращенный на ней лук. То есть вы потеряете реально свой урожай, потеряете свои деньги. Поэтому очень важно правильно и грамотно все подобрать. На что сразу обращаю внимание. Важный момент это соблюдение колеи. В том случае, когда у вас колея составляет 1,5 метра, оптимальным вариантом является подбор копалки и обрезчика с рабочей шириной 1,2 метра. Этого достаточно для того, чтобы покрыть весь размер верхней поверхности, на которой выращивается лук. И во втором случае, когда колея трактора составляет 1,8-1,9 метра, достаточно будет копалки и обрезчика 1,5 метра, которые полностью покроют вот эту верхнюю часть гряды, на которой у нас с вами выращивается лук. Дальше у нас существует две технологии для уборки лука. Это однофазная технология и двухфазная технология. Как у нас происходит однофазная технология? Вы сразу выкапываете лук, вывозите его с поля, закладываете на хранение в склад, там вы его просушиваете, удаляете ботву, или закладываете на хранение, или продаете дальше конечному клиенту. При двухфазной технологии все операции у вас производятся на поле. То есть вы удаляете сначала ботву лука, потом выкапываете лук, просушиваете его и подбираете с помощью специальных подборщиков. То есть фактически при такой схеме уборки у вас лук сразу же при вывозе с поля уже готов к реализации конечному клиенту. Вы существенно сокращаете свое время и, соответственно, имеете возможность убрать свой урожай раньше конкурентов. Соответственно, сможете продать по более высокой цене свой выращенный лук. Значит, при этой технологии двухфазной вся уборка начинается с обрезки ботвы лука. Для этого используется специальная машина, так называемая обрезчики ботвы лука. Вот здесь на картинке вы можете его видеть. Что из себя представляет данный агрегат? Это сама машина, на которой расположены три головки со срезными ножами. Каждая головка имеет у себя по два ножа, которые вращаются. Привод данной машины осуществляется от карданного вала на очень большой скорости. И при этом ножи расположены под углом 45 градусов. Соответственно, чем это хорошо? Это хорошо тем, что создается восходящий поток воздуха, который срезает даже тот лук, который уже упал, который увял, который был поврежден погодными условиями. Соответственно, качество срезания лука у вас вырастает в разы. У данного ботвы удалителя есть специальный выпускной канал, который позволяет всю эту ботву, которая была срезана, направить в колею обрезчика. То есть, соответственно, эту ботву вы с собой не увозите, вы ее оставляете на поле, что способствует ее перегниванию. И в последующем это уступает в роли своеобразных удобрений. В чем еще преимущество данного обрезчика? В том, что высоту среза ботвы мы можем регулировать в гидравлические скобины трактора. То есть, вам не надо будет выходить каждый раз для механической регулировки высоты среза. Вы все это можете делать прямо в процессе движения с помощью специального пульта, который имеется у данного обрезчика и который протягивается в кабину трактора. То есть, прямо без остановок вы можете приподнимать и приопускать обрезчик. Для чего это надо? Ну, все понимают, что лук растет неравномерно. И если мы зададим одну и ту же высоту среза, то, соответственно, где-то мы будем или недостаточно срезать, или мы будем срезать сам непосредственно лук. Поэтому необходимо осуществлять такую вот регулировку. Дальше. На самом ботву-удалителе, вот справа и слева, расположена так называемая шкала. То есть, с помощью этой шкалы мы можем выставить необходимую высоту среза и осуществить это равномерно. Как на правой, так и на левой оси, чтобы у нас срезание происходило равномерно по всей ширине обрезчика ботвы лука. Очень важный момент вот на этом следующем слайде. Обратите внимание на это преимущество, акцентирую на это внимание. Привод всех ножей, срезающих на ботву-удалителе, осуществляется специальным трехручевым ремнем. Многие конкуренты наши говорят, что это минус, потому что если ремень будет поврежден, то якобы ботву-удалитель у вас не будет работать. Но я бы это отнес к преимуществам. Почему? Потому что ремень трехручьевой. В случае, даже если повредится один из ручьев, то ботву-удалитель может продолжать работать. Он может срезать равномерно по всей ширине ботву-удалителя. В отличие от аналогов, которые предлагаются на российском рынке, которые предлагают приводную систему, которая состоит из трех ремней. Вот как на данном рисунке. При этом каждый ремень приводится в действие отдельно. Соответственно, в случае, когда у вас один из ремней будет поврежден, у вас одна из головок ботву-удалителя просто-напросто не будет вращаться. Если она не будет вращаться, то равномерности среза вы достичь не сможете. Очень многие аналоги, которые представлены на российском рынке, это аналоги Ставропольского, Ростовского производства, предлагают ботву-удалитель с вот такой вот системой регулировки высоты среза. Это так называемая механическая система, которая винтовая система регулировки, которую необходимо каждый раз корректировать, останавливать трактор, снижать свою производительность, для того, чтобы приподнять или приопустить ботву-удалитель. Это очень неудобно, это задерживает вашу работу, снижает производительность. И как результат, вы свой лук не сможете продать максимально быстро. Вы будете иметь задержки при уборке, как следствие, как и выпадение цены продажи. Опять же, это потери. Все это считается в деньгах. Еще один момент, на котором я хотел акцентировать внимание, это стоимость вот этих польских подборщиков. Есть на рынке представлены модели голландского производства, Азолифт. Есть аналоги французского производства компании, Симон. Но все эти модели значительно дороже по цене. В среднем стоимость ботву-удалителя голландского производства составляет порядка 16-20 тысяч евро. Польский стоит в два раза дешевле. При не уступающей голландским производительности и качеству уборки. Следующая операция, которую мы с вами рассмотрим после того, как мы срезали ботву, является выкапывание. Непосредственно процесс выкапывания лука из гряды и укладывания его в волок. Эта операция осуществляется с помощью специальных копалок. Так называемых копалок для лука с разной шириной захвата. 1,2 метра и 1,5 метра. И при этом есть один очень важный момент. Нам важно убрать лук, минимизировав потери при уборке. Минимизировав травмирование лука. Дело в том, что чем больше лук будет травмируемым, тем меньше он будет лежать на складе. Чем меньше он будет лежать на складе, тем соответственно раньше его придется продать. Но насколько мы все знаем, наиболее высокие цены на овощи наблюдаются зимой. Поэтому нам необходимо сохранить свой лук минимум до зимы, чтобы мы могли продать его по максимальной цене. Поэтому чем меньше мы его травмируем, тем дольше он будет лежать у нас на складе. Поэтому вот на копалках Курковяк, которые мы предлагаем, используются специальные технологии. Это технология копающего квадрата. То есть это прямоугольная планка, которая специально погружается в землю и интенсивно начинает вращаться. За счет этого, за счет того, что на самой этой планке нету острых граней, лук в процессе уборки не повреждается. То есть он просто выкапывается и закидывается на приемный транспортер. При этом, на что обращаю внимание, этот транспортер у нас, он идет обрезиненный. То есть фактически в процессе уборки у вас минимальное травмирование луковицы. То есть она сразу падает на резинку, а не на металл, и после этого падает на заранее утрамбованную землю. То есть это очень большое преимущество. В стандартной комплектации у копалки идет один транспортер, не два. Но это объясняется тем, что лук выращивается в гриде. То есть в процессе уборки вам надо подобрать меньшее количество земли и отсепарировать его от луковицы. Поэтому, как правило, два транспортера в данной ситуации не надо. Вот при уборке картофеля, там я соглашусь, там надо два транспортера, там очень большая нагрузка, там других вариантов нет. При уборке лука, лук не растет очень глубоко, он находится почти на поверхности. Соответственно, нам количество земли, которое надо отсепарировать, оно минимальное. Если же у клиента все-таки наблюдаются очень тяжелые почвы или очень тяжелые условия уборки, надо отсепарировать большое количество земли, то можно поставить два транспортера. И можно поставить два транспортера голландского производства фирмы Hassels. Это очень такие мощные транспортеры, очень надежные. И при этом это позволит увеличить общую длину копалки до 4,36 метра. Соответственно, как бы она будет очень длинной. Вот про что я говорил ранее. То есть на этой фотографии видно все прутки транспортера, они с специальным полимерным покрытием, то есть так называемым резиновым покрытием, которое позволяет минимизировать травмируемость лука в процессе уборки. В задней части копалки у нас с вами расположен прикатывающий валик и пластиковые скотные щитки. Для чего это надо? Прикатывающий валик, он утрамбовывает почву, а скотные щитки, они просто позволяют уложить лук в своеобразный волок, с которого проще потом подобрать лук подборщиком. На что хочу обратить внимание в данной копалке и вообще в технике Круковяк, как и в обрезчиках, как в копалках, так и в подборщиках. Компания Круковяк использует для покраски технологию порошкового напыления. То есть весь металл перед покраской, он проходит специальную обработку гальванизированной водой, и после этого, соответственно, происходит процесс порошкового напыления в специальной камере, которую вы видите на рисунке, с покраской в соответствующий цвет. То есть как бы это гарантирует тот факт, что в будущем, если вы захотите продать копалки и обрезчики на вторичном рынке, вы сможете это сделать по более высокой цене, так как внешний вид новой и бушной копалки практически не отличается. Именно за счет применения вот этой технологии порошкового напыления. Дальше. Вашими основными аналогами, которые предлагаются на российском рынке, являются копалки белорусского производства, копалки ставропольского и ростовского производства. Есть у них ряд минусов. В частности, как правило, белорусские копалки используют технологию листового лемеха. Ну вот как на рисунке изображен этот лемех. В чем его минус? Его минус в том, что при выкапывании, если где-то неправильно задали глубину выкапывания, этот лемех будет повредать луковицу. Просто банально ее разрезать. Соответственно, это не обеспечит той бережности уборки, которая нам нужна. Дальше. Очень многие копалки, вот как, например, на рисунке копалка компании Литильмаш, она, помимо вот этого лемеха, она еще использует просто металлические прутки у транспортера. То есть, соответственно, при выкапывании лук будет попадать не на обрезиненный пруток, а он будет прямо падать на голый металл. Соответственно, будет очень сильная травмируемость лука. Более того, у этой копалки два транспортера. То есть, есть еще перепад с первого транспортера на второй, при котором, опять же, лук будет падать на голый металл. Соответственно, при этом будет повреждаться и травмироваться. Дальше. Что можно сказать по импортным аналогам? Есть, конечно, отличные копалки голландского производства компании Азалест, производства Сейман голландского. Но эти копалки очень хорошие, но они имеют очень высокую стоимость. То есть, порядка 10 тысяч евро будет стоить только одна копалка. Это очень дорого. Это в два раза дороже, чем наши копалки. И при этом не могу сказать, что качество у них будет значительно на порядок лучше, чем у польских аналогов. Не забываем про то, что покупая более дорогую копалку, мы тем самым увеличиваем себе себестоимость лука и, соответственно, уменьшаем свою итоговую прибыль. Все мы об этом думаем, поэтому как бы это важный момент. Дальше. Следующий момент. Мы обрезали ботву, мы выкопали лук. Сейчас мы приступаем к его подборке. Подбор лука осуществляется с помощью специальных агрегатов, подборщиков, с того волка, который образовался после прохода копалки. Что у нас здесь предлагает компания Курковяк? Она предлагает два варианта. Две модели подборщиков. Это модель Z437, которая представлена вот здесь на рисунке, и модель M750. Как их можно разделить условно для вас? То есть модель Z437 отлично работает на небольших пассивных площадях, то есть там, где у клиента будет где-то 30-50 гектар лука, то в принципе при средней урожайности 25-30 тонн лука с гектара данный подборщик отработает отлично. В случае, если пассивная площадь у клиента у вас более 50 гектар, и если у вас очень высокая урожайность по луку, как, например, бывает в Волгоградской, в Астраханской областях, там, где урожайность лука может достигать 75-100 тонн с гектара, лучше применять модель M750 производства компании Курковяк, вот, которую вы видите на данном слайде. Основное отличие у нее от модели Z437 в том, что это более широкая и более высокая модель, соответственно, которая позволяет пропустить через себя больший объем лука. В частности, у нее увеличенная ширина приемного транспортера на 20% и увеличенная ширина вот этой выгрузной модельки, выгрузного транспортера, который позволяет выгружать лук в рядом идущее транспортное средство. Более того, именно вот эта модель подборщика, она идет в собственной гидростанции, то есть, соответственно, все гидравлические функции данного подборщика, они запитаны на собственную гидростанцию, а не на гидравлику трактора. Как вы все знаете, у тракторов МТЗ, маломощных тракторов, очень слабая гидравлика и, соответственно, могут возникать проблемы просто с банальным перегревом двигателя, с перегревом гидравлической системы. И, соответственно, приходится трактор останавливать, остужать масло и опять по-новому продолжать работу. Это все время, из-за которого мы теряем производительность. Более того, у данного подборщика идет увеличенная высота в выгрузке. Если у нас у стандартной модельки Курковика З437 выгрузная высота где-то составляет 2,7-2,8 метра, то у модели М750 высота может достигать 3,3 метра. Соответственно, позволяет вам использовать прицеп с большей грузоподъемностью и, соответственно, увеличивает, опять же, вашу производительность, позволяя быстрее убрать ваш лук с поля. Что еще тут можно рассказать? Ключевой момент по поводу аналогов, которые предлагаются на российском рынке на сегодняшний момент. Прежде всего, это подборщики ростовского и ставропольского производства. Вот, например, на рисунке вот такая модель ставропольского производства погрузчика. Но какие здесь есть минусы? Во-первых, очень слабое качество изготовления. Тот металл, который здесь используется, он очень слабенький. В частности, в стали, которая используется при производстве техники круговерка, используется низколлегированная сталь S355 марки. Это очень крепкая марка стали с добавлением специальных элементов, которые увеличивают ее прочность. Здесь же, скорее всего, в данном подборщике ставропольском используется обычная российская сталь, которая не будет обеспечивать надлежащего качества. Дальше, обратите внимание, прутки здесь не обрезинены, в отличие от наших подборщиков. Соответственно, опять же, у вас очень быстро дать качество вборки. Оно будет очень низким. Собственная гидростанция здесь у нас с вами стоит. И обратите внимание на качество покраски. Здесь, как правило, используется обычная российская краска. Нет никакого порошкового напыления, так как, в принципе, у данных подборщиков нет конкретного завода, который их производит. Это какие-то полу-гаражи, полу-ангары, которые собирают такие агрегаты, просто для того, чтобы удовлетворить достаточно высокий спрос на данную технику. Есть специальные подборщики еще ростовского производства. В принципе, модель очень хорошая в том плане, что они совмещают в себе функцию уборки лука, подбора лука и одновременно упаковки их в сетку. Но какой здесь есть отрицательный момент в том плане, что у данных подборщиков крайне низкая производительность. То есть, надо одновременно задействовать при уборке большое количество людей, которые будут снимать сетки, вешать новые сетки. И производительность такого подборщика крайне низкая. Поэтому, если у вас небольшие площади, то, в принципе, подборщик неплохой. Но если у вас площадь где-то 30-50 и больше гектар, то вам данный подборщик ростовского производства, или Ставропольского, он просто не подойдет в данном плане. И есть еще модели импортного производства, такие как Азолифт, Сейман и Мак. В принципе, модели очень хорошие, изготовленные из очень качественной стали, с хорошим покрытием порошковым. Но стоимость таких подборщиков составляет порядка 50 тысяч евро. Это где-то в 5 раз дороже, чем подборщики производства круговья. То есть подумайте, надо ли вам платить такие деньги, переплачивая за подборщики, при том, что тот же функционал вы можете сделать на качественной технике, которая на порядок дешевле. И вы сэкономите свои деньги и заработаете больше на данной уборке. Давайте таким образом подытожим все, что мы говорили выше по поводу техники производства компании Круковяка, технологии для уборки лука. Ну, первое, самое главное, это то, что вся техника компании Круковяк, она изготавливается из низколлегированной высококачественной стали марки С-355. То есть это очень высококачественная сталь с добавлением специальных насадок, которые увеличивают мощь, прочность стали на данной технике. Во-вторых, весь металл, который используется в производстве техники, он проходит специальную обработку и красится в специальной камере с порошком напыления. Соответственно, это увеличивает качество покраски и улучшает его долговечность. Соответственно, потом вы имеете возможность продать данную технику на вторичном рынке по значительно более высокой цене, так как внешний вид у него будет очень хороший. Следующий момент, это по технологии уборки. Обязательно про это помните. Если у вас колея трактора 1,5 метра, то можете использовать обрезчик и копалку 1,2 метра. Если колея трактора 1,8-1,9 метра, можете использовать обрезчик и копалку 1,5 метра. Это принципиальный момент, он очень важен, обращаю на это внимание. Ну и последний момент, на что хотел акцентировать внимание, это то, что сейчас действует акция в нашей компании, в компании LBR. Это при покупке комплекса техники обрезчик, копалка и подборщик компании в производстве Круковяк. Производство компаний Круковяк вы получите дополнительную скидку в размере 50 тысяч рублей. Какое еще хотел вам показать, всю эту информацию вы можете посмотреть у нас на сайте www.lbr.ru Вот, сейчас я по ссылке вам ее покажу. Секундочку. Так, здесь заходим в раздел «Сельскохозяйственная техника». И находим технику для уборки лука. Технику для уборки лука. Секундочку. Здесь проваливаемся в направлении «Овощи и картофель». И ищем вот здесь, вверху, будет техника для уборки лука. Соответственно, всю ту же информацию, о которой я вам только что рассказал, вы можете найти здесь. То есть, необходимые подборщики лука, копалки для уборки лука. Здесь также есть видео работы данных агрегатов в поле. То есть, вы можете воочию убедиться, как данные агрегаты работают в полевых условиях, как они выкапывают лук, как они обрезают ботву и как они все это дело подбирают. При необходимости, вы можете оставлять свои комментарии к текущему видео. То есть, я постараюсь в ближайшее время их рассмотреть и ответить на все интересующие вас вопросы. Помимо этого, компания ЛБР Агромаркет предлагает приобрести эту технику с рассрочкой платежа. Все очень просто. Вы обращаетесь в нашу компанию, подписываете договор купли-продажи с ЛБР на условиях рассрочки, выносите аванс за эту технику и забираете технику новую с рассрочкой платежа до 6 месяцев. Всю эту информацию вы можете увидеть у нас на сайте, в разделе «Финансовые продукты компании ЛБР Агромаркет». Еще один момент, на который я хотел бы акцентировать внимание. Техника вроде простая, но тем не менее, очень часто при вводе в эксплуатацию не все клиенты сразу разбираются, как правильно настроить и эксплуатировать. Поэтому я бы рекомендовал обратиться к специалистам, к сервисной службе компании ЛБР Агромаркет, которая приедет к вам в хозяйство, все настроит, все соберет и обучит ваших агрономов, инженеров, которые будут использовать данную технику, для правильной ее эксплуатации, для того, чтобы у вас не было проблем и чтобы вы по максимуму использовали возможности данной техники в процессе эксплуатации.